друзья всем привет на связи александр и нюк с вами команда твт эксперт я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка готовимся к новой торговой неделе начинаем с американского доллара который отскочил от уровня объема уровень поддержки и на текущий момент торгуется чуть выше этого уровня неделя закрылась достаточно сильно то есть после резкого прокола этого уровня покупатели вернули цену над поддержку судя по свежему сот отчету мы видим что фонды продолжают сбрасывать свою лонговую позицию они ее уменьшают а вот хеджеры наоборот начинают накапливать лонговую позицию то есть они по чуть-чуть фиксируют свой short который накопили по американскому доллару в ближайшее время будет достаточно интересно как будут развиваться события почему по той причине что 50 процентов веса в корзине против индекса американского доллара занимает как раз евро по евро сейчас очень хорошее ожидание у рынка по поводу поднятия процентных ставок со стороны европейского центрального банка по поводу того что фрс не будет так агрессивно поднимать процентную ставку в ближайшее время и таким образом евро чуть вырос американский доллар чуть снизился если ожидание рынка по поводу европейской валюты изменится американский доллар очень достаточно резко сделает хороший возврат обратно в область баланса с которой его прям вытолкнули поэтому в ближайшее время мне интересно будет как раз понаблюдать за формированием базы в этом диапазоне и если будет хороший выход вверх то есть смысл прокатиться на этом движении вверх аналогичный сигнал только обратный мы получим по европейской валюте давайте посмотрим что там происходит свежий сот отчет указывает нам на то что фонды особо не спешат накапливать лонг позицию да то есть до этого у них достаточно бурно шел прирост она вот последний отчет указывает на то что они так чуть-чуть взяли паузу хеджеры в свою очередь достаточно агрессивно накапливают short позицию на вот этом росте который произошел и здесь что интересно это не подотчетные трейдеры которые агрессивно заходят в лонг то есть они набрали контрактов больше чем фонды и шортов закрыли тоже достаточно много за последнюю неделю и все это происходило как раз в момент образа формирования локального максимума максимума за этот фьючерсный контракт и это немного странно когда не подотчетные трейдеры много покупают на максимумах фонды практически не покупают хеджеры накапливают short позицию с большей вероятностью мы как раз увидим на этой неделе коррекцию поэтому на этой неделе short приоритет буду рассматривать среднесрочные возможности поработать short до конца этой недели еще и с учетом того что практически половину недели не будет сша торговаться то есть тон задавать американская сессия не будет ведь в четверг у них выходной в пятницу практически выходной волатильность будет достаточно низкая и каждый из активов будет показывать свою собственную динамику учитывая то что новости по америке они не будут влиять на все рынки одновременно и одинаково если мы посмотрим на открытый интерес то мы видим что за последнее время он особо не изменился то есть участники рынка не использовали текущую возможность текущий флэт накопления для того чтобы нарастить свою позицию и соответственно все ждут поэтому здесь более логично будет как раз возобновить лонговую историю после коррекции к уровню наименьших выплат по опционам например либо к тестированию паритета один к одному и вот здесь как раз мы видели реакцию лимитного покупателя мы видели как агрессивно принимали объемы судя по свечной дельте на посмотрите сколько продавали до а цену не опустили ниже вот соответственно вблизи этих уровней и будет достаточно интересно понаблюдать за реакции лимитного покупателя если он продолжит покупать поддерживать цену вблизи вот этих максимумов и фонды в свою очередь начнут продолжать точнее накапливать лонговую позицию лонг приоритет сохранится если нет дальше покатим вниз поэтому пока что short приоритет и смотрим за ключевой точкой вблизи отметки 101 швейцарский франк уже ушел в коррекцию да то есть не удержали цену открытый интерес пока не никуда не двигается не меняется он стоит плюс-минус на одном и том же уровне но на росте цены мы видели снижение открытого интереса и после достижения уровня объема который выступает сопротивлением цена отскочила и сейчас продолжает свое снижение вплоть скорее всего до уровня объема за сентябрь 22 года и как раз я рассчитываю на то что его евро снизится плюс-минус в это время плюс-минус настолько же и швейцарский франк соответственно это будет один одна синхронная идея и когда несколько активов которые коррелируют показывают плюс-минус одинаковые точки входа это только усиляет торговую идею судя по сот отчетам швейцарский франк здесь в основном все закрывали свои позиции немного хеджеры набрали short позицию и неподотчетные плюс-минус такой же объем набрали в лонг а так идет закрытие позиции закрытие то не особо интересно ведь деньги с рынка уходят мы это видим и по открытому интересу сот отчетов черная линия резко снизилась то есть участникам рынка уже не интересен этот актив посмотрим что им интересно австралийский доллар по австралийскому доллару здесь такая история значит у нас когда формировался такой развороту рос открытый интерес когда снова цену пытались затолкать вверх то есть при обновлении вот этого максимума открытый интерес снова немного подрос а сейчас он снижается после установления локального максимума после выхода из этой базы открытый интерес продолжает свое снижение и суд отчеты указывает нам на то что в основном здесь также превалирует закрытие позиции то есть фонды закрывают неподотчетные закрывают хеджеры немного накопили то есть они в противовес играют этим двум категориям накопили немного short позиции но она несущественная согласитесь тысячи контрактов для австралийского доллара это не супер большая позиция в целом их нет оппозиции находятся плюс-минус нейтральной области соответственно здесь ничего существенного не готовится да и скорее всего на падающем открытым интересе вместе с ростом цены мы увидим продолжение этого снижения до момента пока не включатся дополнительные драйвера которые поддержат цену поэтому по австралийскому доллару здесь пока такой сценарий плюс-минус как и по европейской валюте новозеландский доллар здесь более интересная ситуация во-первых сот отчеты указывают на том что все закрывали позиции ничего нового не открыто не под учет на этом пару контрактов открыла открыли это не существенно открытый интерес падает и розницы ну здесь мы видим открытый интерес суммарный до серая линия это и розница и профессиональные участники черная линия это в основном профессиональные участники и очень редко бывает дисбаланс между этими показателями сейчас они двигаются синхрон это нормально потому что как раз фонды хеджеры они делают основной объем на рынке здесь также ничего существенного не происходит и суд индекс тоже находится в нейтральной области в принципе вот этот практически short интерес short приоритет вот где появилась . да вот тут появилась . входа в шорт вот пока пока его так но на самом деле здесь же не было шок приоритета да потому что экстремат максимальных значений так и не произошло расхождение между этими показателями новозеландский доллар достиг своего сопротивления это и максимум за контракт и уровень объема все цели выполнил прям двигался намного ярче намного активнее чем и австралийский доллар и канадский доллар то есть победил своих собратьев на этой неделе будут принимать решение по поводу процентной ставки резервный банк новой зеландии рынке ожидает что будет поднятие на 75 базисных пунктов то есть поднимут ставку до 4,25 процента напомню что банк австралии не так давно тоже принимал решение по поводу процентной ставки рынок закладывал увеличение на 75 базисных пунктов а подняли только на 50 поэтому здесь также может быть подобный сюрприз для рынка что будет поднятие не такой агрессивный если же они действительно поднимут ставку на 75 базисных пунктов то есть то на что рассчитывает рынок то реакции не будет если поднимут ниже то реакция у нас вниз это как раз таки сработает с идеей и падение евро ростом американского доллара и снижением здесь открытого интереса на растущем рынке поэтому ланге здесь есть смысл прикрывать short позиции как минимум спекулятивные есть смысл подбирать канадский доллар пошел вниз здесь все окей судя по сот отчетам тоже тотальное закрытие позиции неподотчетные немного взяли short позиций и судя по сот отчетам у нас появился short приоритет потому что до этого у нас было расхождение 0 100 вот в этом месте и на текущий момент мы сошлись в нейтральную область показатели сошлись в нейтральную область на падающем открытым интересе рост цены да это как раз хороший признак того что дальнейшее падение будет продолжаться поэтому если рассматривать слабый актив то канадский доллар среди австралийского новозеландского канадского выглядит самым слабым есть смысл как раз работать после данных по ставке к примеру поднимут ставку на 75 базисных пунктов то новозеландец будет long канадский доллар будет short окей дальше у нас британский фунт по британцу тоже падающий открытый интерес и по сот отчетам и общий открытый интерес здесь нету дивергенции между розницей и профессиональными участниками также хочу отметить что открытый интерес начал снижаться как раз вместе с обновлениями локальных максимум то есть с большей вероятностью частично short позиции закрываются и пока новые не накапливаются но накопили достаточно много нас в самом начале контракта те кто не успел выскочить да вот как раз они сейчас и фиксируются на новом максимуме за этот фьючерсный контракт по британскому фунту также ничего супер интересного нет в плане продолжения тенденции вверх мы практически достигли цель уровень объема и сейчас благополучно скорректировалась с этой с этих уровней больших продаж здесь нет соответственно лимитные участники здесь практически участие не принимают в том чтобы удержать цену да ну и крупных покупок тоже особо не видно чтобы констатировать факт наличия лимитного продавца то что много покупают call опционов по этому инструменту рассчитывая на быстрое возобновление британского фунта обратно к своим справедливым уровнем где-то вот в район 1.21 на 1.23 то участники рынка чаще всего покупают call опционы либо с голой ставкой на лонг либо хеджирует свои short позиции и я как раз считаю что это хеджирование своих short позиций то есть крупные покупки call опционов это хеджирование short а участники рынка сидят short так и скорее всего рассчитывают на то что цена в ближайшее время как раз вместе с другими рынками покатит вниз инфляция в британии вышла сильно выше ожиданий до выше 11 процентов и если я не ошибаюсь до ожидания были предыдущие точнее данные 10 и 1 процента ожидания чуть выше но данные фактически вышли намного выше ожиданий 11 и 1 процента то есть рост процентных ставок никак не привел к тому что инфляция хотя бы замедлилась в сша чуть-чуть замедлилась в британии нет я думаю это связано с тем что они экстренно вливали 65 миллиарда фунтов для того чтобы поддержать пенсионные фонды рынок долга и в целом намекнули на то что будут это делать и дальше поэтому никакого qt на самом деле нет есть qe и это будет негативно влиять на курс национальной валюты по сравнению с другими валютами так минимум по сравнению с американским долларом здесь есть смысл рассматривать short приоритет японская иена без изменений ничего интересного не происходит биткоин покупают но цена не растет значит лимитное предложение достаточно плотное продолжать шортовую идею есть смысл и будут движение вверх есть смысл и дальше рассматривать short приоритет по криптовалютам за счет того что агрегаты м2 не растут они в большинстве своем снижаются если свободных денег нет то участники рынка не покупают этот рисковый актив на самом деле есть сейчас более интересные рисковые активы акции до которые провалились там на 50 70 процентов ту же мету если взять золото по золотой мы смотрели недельный таймфрейм прогнозировали как он может закрыться и он закрылся как раз под основным объемом до весь наторгованный объем как раз остался вверху уровень объема 1780 стал крупным сопротивлением от которого трейдеры начали продавать и таким образом зафиксировали цену под этими объемами под этими уровнями у нас появился нет нету окей хотел сказать что появился шорт приоритет по сот индексу но к сожалению он был достаточно давно и уже не актуален если вот здесь было расхождение более ну 0 100 вот тогда можно было бы и говорить о шорт приоритете в целом по золоту я рассматриваю лонговый сценарий но мне интересно было бы накапливать лонг желательно конечно вот тут на обновлениях минимумов но если дадут чуть пониже хотя бы сюда и будет спрос со стороны лимитного покупателя то я продолжу свою лонговую историю потому что те позиции которые накапливались ранее я их и не фиксировал пока что ну потому что они маленькие во первых и расчет на то что основная движу основное движение начнется где-то вот середины следующего месяца до этого времени есть смысл дожидаться вот так вот таких уровней до обновления этих уровней и формирование лонга золото добытчики растут чуть активнее золото соответственно это хороший признак того что тренд по золоту может продлиться да может продолжиться вот эта восходящая история плюс обновили локальные максимумы давайте посмотрим что делали фонды они в основном покупали но там нету четкого дисбаланса вот за последнее время фонды накопили лонговую позицию и они четко синхронно двигаются вместе с котировкой золота я рассчитываю на то что на коррекции они продолжат накапливать лонговую позицию тогда с большей уверенности можно будет удерживать во первых подбирать вот здесь во вторых удерживать более длительный промежуток времени типа 1850 1900 до как раз конца января где-то нефть провалилась существенно и вот здесь интересный факт в том что китай начал смягчать меры к вид зиру как это как то так они их называют и соответственно это будет хороший буст для их промышленности ведь она вот последнее время существенно просела по сравнению с предыдущими периодами на этом фоне медь выскочила выше своих максимума за этот фьючерсный контракт сейчас вот как раз корректируется потому что в ближайшее время снова выйдут статистические данные по и ввп и промышленному производству и китай заговорил по поводу стимулирования промышленности если это действительно так будет мы увидим рост меди продолжение роста меди и вместе с ней за ней потянется как раз и нефть и здесь с открытием полным открытием китая и действительно стимулирование мы увидим хорошее движение вверх то есть вот и вот это движение как раз можно будет рассматривать для шарта но вот в ближайшее время в ближайшей перспективе есть смысл как раз смотреть в сторону ланга по нефти уже достаточно сильно отпадали то и мне понравилось то что последнее падение агрессивно откупали здесь крутейшая контратака произошла и дальше мы видим что покупки приводят к успеху то есть реализация рыночного спроса она толкает цену все выше и выше соответственно есть смысл рассматривать среднесрочные и спекулятивные лонг позиции конечно круто было бы увидеть цену вблизи предыдущего минимума да чтобы там собрали стоповую ликвидность но в целом я считаю что и этой стоповой ликвидности будет достаточно для того чтобы затащить цену чуть повыше плюс сша начали пополнять свои стратегические запасы соответственно они подкупают и создают некий дефицит в рынке поэтому это хороший драйвер для рынка нефти после такого существенного снижения так серебро пшеничка без изменений здесь ничего существенно не произошло снова расхождение 0100 снова будет short приоритет посмотрим когда но в целом эту позицию будет смысла частично еще частично зафиксировать потому что когда она очень вяло двигается хотелось бы попадать на вот такие движения они на вот вот эти вялые так по фондовым индексом по фондовым индексом мы с вами говорили в пятницу что то движение которое вот произошло но в целом в рамках отскока в рамках ожидания снижения темпов роста процентных ставок со стороны фрс то есть рынок закладывает что фрс будет во-первых что уже будет разворачиваться в ближайшее время к юге начнется все будет отлично но инфляция достаточно высокая значительно выше таргетов фрс планирует поднимать процентную ставку как минимум на 50 базисных пунктов на следующем заседании если данные будут выходить хорошие то есть по рынку туда по промышленности пи майки деловая активность то вполне возможно что фрс поднимет ставку еще на 75 базисных пунктов тогда рынок расстроится и цены уйдут значительно ниже в целом я использовал вот эту штуку с реализации рыночного спроса которая не привела к успеху посмотрим как она будет отрабатываться это шорт приоритет на ближайшее время еще важный фактор в том что очень мало компаний объявили о байбеках до конца года то есть у них на балансах много кэша но они пока не спешат его тратить на покупки собственных акций да там крупные выделили что-то но это никак не сравнится с теми показателями которые были в двадцатом двадцать первом годах поэтому в ближайшее время основного покупателя в рынке не будет продавцы есть баланс фрс сокращается ликвидность с рынка изымается и поэтому с большей вероятностью как раз фондовые индексы они будут проседать сейчас более интересно это как раз покупать те фонды которые занимаются инвестированием в облигации потому что в ближайшее время с большей вероятностью стоимость этих облигаций начнет расти доходности начнут снижаться поэтому сейчас вот реально спешат зафиксировать для себя текущую выгодную доходность рынок действительно закладывает что в ближайших полгода фрс уйдет от ужесточения монетарной политики но за этих полгода мы как раз по s&p можем увидеть и обновление локального минимума 3 200 без проблем так nasdaq аналогичная история торговая идея по корреляции это британец против канадского доллара я считаю что ну во первых они разошлись больше всего за последнее время вот британец против канадского доллара против австралийца как-то они таки не продолжают расходиться возможно после решения банка новой зеландии там цена снизится это потащит за собой как раз и австралийский доллар посмотрим но в целом сейчас уже достаточно интересно выглядит как раз спред между британией и канадой да вот ждал я пятницу что чуть-чуть обновим и это будет красивейшая точка спреда с обновлением канадским долларом локальных минимумов британском фунтом локальных максимум 3 категория точек спреда и такого к сожалению не произошло но в целом расхождение супер есть смысл работать на схождение здесь в два раза больше расхождение плюс не стоит забывать что это не точечный вход если британец еще сделает движение до уровня объема а канадский доллар чуть-чуть снизится даст слабину то это даст еще более выгодную точку спреда соответственно будет смысл добрать свою позицию сформировать более крутую среднюю цену так облигации по чуть-чуть растут японской ну сейчас прям корректируется ok но в целом тенденция уже как бы выглядит восходящей и она и здесь выглядела восходящей на каждый следующий максимум был выше предыдущего недолго это длилось но и в целом здесь тоже такая же картина может продлиться несколько месяцев вот так и это поддержит японскую иену в том числе поэтому по японской иене лонг приоритет так и не отменяется облигациях становится все более более интересными учитывая количество денег которые фонды заносят в эту категорию активов новозеландец против канадца очень обидно сегодня заметил практически сойдутся 500 с хвостиком пункта по этому кроссу пройти это очень сильно и здесь конечно можно было высидеть больше но как как рынок дал напомню что у нас торговая идея была где-то да где-то вот с этого места и здесь она частично закрывалась потом переоткрывалась и в целом я вышел практически в ноль по вот этой второй части первая часть там небольшой плюсик все-таки зафиксировалась но да в принципе до сидеть чуть чуть больше прям супер было бы не против мазута ничего интересного золото против серебра ни разу никакой точки спреда не было но было круто потому что серебро несколько раз давала красивые красивые точки входа в шорт спекулятивные на локальных максимумах когда вот так плавно плавно выносит чьи-то стопы здесь вот чисто аске все плоском пролетала вот большие объемы проходили это можно было конечно использовать вот вот эту точку вот эту точку для работы на сближение в целом очень отлично сошлись но к сожалению точки спреда место в котором нужно начинать позицию такой ситуации не было ну на свой страх и риск можно было использовать short по серебру long по золоту это дало бы свои плоды австралиец против новозеландца в пятницу ближе к закрытию торговых сессий как раз и появилась эта точка входа до . спреда когда новозеландец обновляет свой локальный максимум австралийский долл далеко от него и расхождение было больше среднестатистического она сейчас больше не в два раза но больше соответственно есть смысл работать на сближение по этим активам плюс по новозеландцу ближайшее время важные новости будет волатильность соответственно на этой волатильность волатильности как раз спред и может сойтись британец против австралийца вот как я и говорил хочется вот такой ситуации дождаться чуть-чуть повыше и дальше уже будет вопрос выбирать австралиец либо канадский доллар потому что канадский доллар мне кажется более слабым инструментом ближайшее время лонговать его как-то неохота. Поэтому я надеюсь, что по австралийцу появится точка спреда раньше, чем по канадскому доллару, и я зайду как раз в этот спред. Эфириум открытый интерес растет после падающего, да, вот этого ножа, и на падение он тоже вырос, соответственно, участники рынка готовятся к продолжению шортовой истории, к продолжению падения. Ситуация с FTX и Alameda до сих пор не разрешилась. Сизи прогнозирует, что в ближайшее время мы увидим еще больше банкротств, и еще больше. Вот этих историй, о которых Баффет говорит, увидим, кто купался голым. Вот, поэтому крипторынок еще в ближайшее время может переживать ни один стресс от банкротства, от ликвидации крупных позиций, и это как раз будет давить на цены основных активов биткоина и эфириума. Я считаю, что они будут падать чуть меньше остальных, но в целом общая тенденция у них будет в одну сторону. вниз. Плюс по поводу агрегатов мы уже с вами поговорили. Так, окей. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вы получили письмо с обзором кейса по какао. Если вам понравилось, ответьте на это письмо, напишите спасибо, да, поставьте лайк этому видео. До встречи в следующий понедельник. Подготовимся к новой торговой неделе. Проведем обзор и анализ текущей торговой недели. Подведем итоги, посмотрим, что было интересного. Всем счастливо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok